На этапе лейтенантского становления На этапе лейтенантского становления в дислоцированном на Алтае соединении РВСН успешно адаптируется к офицерской службе выпускники военных вузов. Летом этого года в Барнаульскую краснознаменную орденовку Тузова и Александра Невского дивизию РВСН прибыли 100 выпускников высших учебных заведений, из них 96 из военных вузов. За последние 10 лет это рекордное количество лейтенантов, поступивших в это соединение. Например, в прошлом году их было 30. Процесс их становления в новом для себя качестве командования держит под особым контролем. В нынешнем году молодые офицеры прибыли в знаменательное для дивизии время. Соединение продолжает перевооружаться с подвижного грунтового комплекса тополь на ПГРК ЯРС. Так что знания и навыки, полученные выпускниками в военной академии РВСН имени Петра Великого, где вчерашних курсантов готовили эксплуатировать как раз новый ракетный комплекс ЯРС, и в других военных вузах, крайне востребованы в этот период. В ближайшее время наш первый полк под командованием полковника Виталия Суворова заступит на боевое дежурство уже на новой технике, а начиная со следующего года будут поочередно перевооружаться на мобильный комплекс ЯРС с другие полки. Хорошо, что прибывшие к нам летом выпускники начнут свою офицерскую службу на новой технике. Особенно радует, что половина лейтенантов из семей ракетчиков, а это свидетельство преемственности поколений при выборе профессии защитника Отечества, офицера ракетных войск стратегического назначения, С удовлетворением подчеркнул при встрече командир Барнаульской ракетной дивизии полковник Александр Прокопенков. Комдив и его заместитель по военно-политической работе полковник Виталий Игнатик отметили, что каждый год встреча выпускников военных вузов, их размещение в соединении и проведение с ними мероприятий по мотивации на дальнейшую службу крайне важны. Поэтому как в предыдущие годы, так и в этом году в Барнаульской дивизии РВСН была организована плановая работа по вводу в строй и адаптации к службе офицеров-выпускников высших учебных заведений. 10 августа 2019 года командование дивизии провело с ними и с членами их семей встречу. На ней присутствовали и выступили командиры всех воинских частей соединения, заместитель главы администрации по социальным вопросам затосибирский Ольга Гречушникова и председатель ветеранской организации дивизии Петр Гармаш. 21 сентября на плацу соединения в торжественной обстановке под сенью государственного флага Российской Федерации, боевых знамен дивизии, полков и ракетной технической базы лейтенанты в присутствии членов своих семей и сослуживцев дали клятву ракетчиков. После этого командиры воинских частей подразделений вручили подчиненным лейтенантам форму одежды, в которой ракетчики несут боевое дежурство. Когда выпускники военных вузов прибыли к нам им нужно было предоставить жилье, я обратился к главе администрации затосибирский Сергею Михайловичу Драчеву. Все вопросы были решены оперативно. Правда, на один из них я так и не получил ответа. Я спросил у Сергея Михайловича, хватит ли в городке невест для моих 55 холостых лейтенантов, а он в ответ лишь улыбнулся, в шутку произнес комдив. Всех выпускников разместили в затосибирский, женатым предоставили служебные квартиры, а не семейным места в общежитиях. Те, кто не захотел проживать в общежитиях, заселяться в служебное жилье, сняли квартиры в сибирском и в Барнауле. Им выплачивается компенсация за поднаем жилья. Впрочем, снимать квартиры в Барнауле из военнослужащих дивизий желают немногие, предпочитая столицы Альтайского края затосибирский. И тому есть основательные причины. Ведь из Барнаула необходимо ежедневно с раннего утра ездить на службу, а вечером возвращаться домой. И хотя между центром края и затосибирский регулярно курсируют маршрутные автобусы и такси, нельзя не учитывать, что расстояние туда и обратно 90 километров. Добираться ежедневно даже на личном автотранспорте накладно. Прибывшие летом выпускники военных вузов начнут свою офицерскую службу на новой технике. Зато сибирский не просто военный городок в привычном для нас понимании. Это небольшой город примерно с 12 тысячами жителей. У них есть все условия для комфортного проживания. В зато 35 домов, 26 из них многоэтажные. Это 2665 квартир. В городе есть обычные магазины и супермаркеты, столовые и кафе, отделения банков и банкоматы, объекты бытового обслуживания и аптеки. Здесь функционирует одно унитарное предприятие, 10 муниципальных бюджетных учреждений и более 100 малых и микропредприятий. В числе основных объектов детский сад, средняя школа, дом культуры «Кристалл», алтайский кадетский корпус, детско-юношеский центр «Росток», детская музыкальная школа, культурологическая школа «Возрождение», спортивно-оздоровительный комплекс «Бриз». В городе издается своя газета «Сибирский вестник» и функционирует кабельный телеканал «Щит Отечества». В храме святой великомученицы-варвары проходят богослужения, в которых участвуют верующие военнослужащие, члены их семей и гражданское население. Поэтому военнослужащие дивизии и предпочитают жить в этом комфортном, уютном и чистом городе ракетчиков. В столице Алтайского края снимают квартиры те военнослужащие, чьи жены либо учатся там в вузах, либо имеют высокооплачиваемую работу, что компенсирует поездки в Баранул и обратно. А еще бывает так, пожив полгода-год в Барнауле, военнослужащий перебирается в ЗАТО. Таким образом, почти все лейтенанты в ЗАТО обустроены. Из сотни прибывших к нам в соединение выпускников вузов 2019 года 45 женаты, из них 6 с детьми. Один ребенок размещен в детском садяке, остальным детям еще рано в язле. У 21 лейтенанта жены-студентки, у четверых супруги работают, еще у четверых в декретном отпуске. Две жены оформляют документы на работу в дивизии, многие определяются с местом работы, продолжает нашу беседу заместитель командира дивизии по военно-политической работе. Всю эту информацию полковник Игнатик выдал по памяти. Видно, что к решению проблем становления молодых лейтенантов он подходит основательно. В соответствии с планом ввода в строй выпускников военных вузов под руководством заместителя командира дивизии полковника Владимира Кульчихина с молодыми офицерами провели учебный сбор. По его завершении лейтенанты сдали нормативы по специальной и технической подготовке, а также по общевойсковым дисциплинам, тактической подготовке, огневой, инженерной, РХБЗ, физической и другим предметам. Затем 76 молодых офицеров инженерного профиля сдали зачеты на допуск к несению боевого дежурства. В этой дивизии уже стала доброй традицией проводить с выпускниками и их женами бал лейтенантов, на котором обязательно танцует вальс. Прошел такой бал и в этом году, и как раз в тот памятный день, когда молодые офицеры в торжественной обстановке дали клятву ракетчика. Бал лейтенантов состоялся в ДК «Кристалл» при музыкальном сопровождении ансамбля песни и пляски «Зато Красная Звезда». Конечно, присутствовали на балу и молодые офицеры-холостяки. Ведь из почти 12 тысяч человек, проживающих в Сибирском, 45% жителей моложе 35 лет, и среди них действительно немало будущих невест, о которых и напомнил комдив главе администрации Затудрачеву. На балу лейтенантов присутствовали представители администрации Барнула, руководство Затой и митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Владыка благословил молодых офицеров на ратные труды во благо Отечества. Двум лейтенантам Евгению Некрасову и Александру Дацуку, которые первыми сдали на оценку отлично зачетный допуск к несению боевого дежурства, глава администрации Сибирского вручил ордера на служебные квартиры и ключи от этих квартир. Нескольким лейтенантам, отлично сдавшим эти зачеты, вручили ценные подарки от администрации Затой и местного отделения Сбербанка России. Ваш автор решил побеседовать с одним из этих отличившихся лейтенантов, чтобы узнать, что называется, из первых уст, как служится молодому офицеру в Барнаульской дивизии. Лейтенант Некрасов, инженер группы. Евгений родился в городе Губкин Белгородской области, где окончил среднюю школу. Его родители люди творческие. Отец Александр Николаевич был художником, он умер, когда Евгению было всего три года. Женю воспитывала мама Снежина Алексеевна, руководитель хора в Православном соборе. Есть еще старший брат Максим, ему 30 лет, он живет в Старом Осколе и работает машинистом электровоза. Во время учебы в школе Евгений занимался в секциях туризма и спортивного ориентирования, а также посещал военно-патриотический клуб юных десантников «Русич». Каждое лето вместе с ребятами из этого ВПК проводил в военных лагерях. Школу парень окончил только с пятерками и четверками в аттестате и мечтой о военном училище. «Я поставил перед собой цель поступить в военный вуз, потому что мне с детства нравилась армейская тематика. Но при этом хотел служить в интеллектуальных войсках, а такими являются РВСН», говорит Евгений. В 2014 году он поступил в филиал военной академии РВСН имени Петра Великого в Серпухове на факультет автоматизированной системы управления. Его приняли в вуз по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике. Кроме того, он прошел психологическое тестирование на определение категории годности к военной службе. Также отлично сдал испытания по физической подготовке нормативы по подтягиванию на перекладине, бегу на 3 километра и на 100 метров. Учеба заняла 5 лет, в течение которых Некрасов с однокурсниками изучал ракетный комплекс «Сьярс». Любимым предметом курсанта была эксплуатация автоматизированных систем специального назначения. За время обучения он прошел две стажировки в войсках на втором курсе в Перейславль-Залезском учебном центре РВСН в должности командира взвода, и на пятом курсе в Тагильской дивизии РВСН по своей специальности. На второй стажировке мы, курсанты, уже работали на боевой технике и заступали на боевое дежурство в качестве дублеров номеров смены, вспоминает лейтенант Некрасов. «Евгений Александрович, каковы были ваши первые впечатления по прибытии в дивизию после окончания военного вуза?» – спросил я офицера. Приехал сюда 28 июля. Первые впечатления были приятные, и с тех пор они не изменились. Очень понравился коллектив, в котором служу. Мой командир группы капитан Яков Вячеславович Пасичный, а командир дивизиона подполковник Алексей Сергеевич Лобанов. Вот с кого нужно брать пример в службе, на кого равняться. Об этом говорят все лейтенанты, которые служат в этом дивизионе. В период вхождения в первичную офицерскую должность мне помогает наставник начальник отделения старший лейтенант Дмитрий Фаус, таким был ответ Евгения. Затем он добавил к сказанному. «Для того чтобы заступать на боевое дежурство, мне пришлось сдать зачеты на допуск к несению этого дежурства по специальной подготовке и технической, где нужно было показать теоретические знания по этим предметам и продемонстрировать практические навыки в работе на боевой технике выполнить большое количество учебно-боевых нормативов. А когда только приехал в дивизию, сдавал зачет по входному контролю, в том числе и физическую подготовку. «Именно по результатам вашей отличной сдачи зачетов на допуск к несению боевого дежурства глава администрации зато вручил вам и лейтенанту датсуку ордера на однокомнатные квартиры и ключи от них, напомнил я Евгению. Он улыбнулся. Для меня это стало неожиданностью, сюрпризом. Сейчас к приезду жены обставляю эту квартиру мебелью и бытовой техникой. Квартира отличная. Супруга лейтенанта Некрасова Марина оканчивает заключительный, шестой курс факультета лечебного дела и педиатрии Белгородского государственного национального исследовательского университета. Мы поженились этим летом, хотя знакомы несколько лет. Марина знает, что может ожидать жену военнослужащего в гарнизонах, и готова вместе со мной преодолевать все трудности, а уж я был настроен на службу еще курсантом. Сейчас готов заступить на боевое дежурство. Осталось еще сдать зачеты на допуск комиссии командующего РВСН. Не сомневаюсь, что отчитаюсь достойно, убежден молодой офицер. Лейтенанту Евгению Некрасову повезло, поскольку его направили служить в ракетный полк, который первым в дивизии перевооружается на ПГРК «Ярс». С нового года этот полк будет уже отрабатывать мероприятия по несению боевого дежурства в высших степенях боевой готовности с выходом дивизионов на маршруты боевого патрулирования в позиционном районе дивизии. Тарас Рудык, красная звезда фото Александра Васечкина.